всем привет вы на канале industrial tool и сегодня у нас на обзоре будет такое небольшое сравнение новинок от компании makita и от компании devolt это два шуруповерта дрели шуруповерта makita df 001 g и devolt 999 devolt это из серии flexvolt advantage то есть большая мощность при аккумуляторах серии flexvolt аккумуляторы у нас приблизительно будут равны разница в 1 ампер час если сравнивать по мощности по мощности и мы сделаем такой субъективный тест чтобы для себя понять что лучше не лучше какие-то моменты в любом случае будут у одного аппарата лучше какие-то у другого ну тут каждый выбирает для себя сам значит makita на сегодня можно купить по акции в комплекте у вас будет один 4 амперный аккумулятор и зарядное устройство причем зарядное устройство будет быстрая вот в такой коробке на ней прямо написано что 4 ампер ник будет заряжаться 45 минут довольно то по моему примерно такая же будет скорость большой нет но зарядки насколько я знаю они выдают примерно одинаковые токи то есть вот эта зарядка и зарядка 10 10 117 у devolt они аналогичны по выдаваемым током есть интересный момент если мы прочитаем на этой зарядке сзади указано при использовании адаптера можно заряжать lxt аккумуляторы причем ток заряда на них будет аж 12 ампер а ток заряда на 40 вольт 6 ампер дрель поставляется вот в такой коробке в комплекте у нас ручка есть ли на и плюс еще имеется пакетик такой внутри у нас трюк должна быть и бита и два винта даже две биты видят со своей стороны могу сказать что такой devolt он поставляется с комплектом виде магнитика и точно так же круто и devolt не положить вот такое давайте взвесим наверное эти аппараты кому-то может быть фактор веса он решающий аккумулятор makita если сравнивать с 18 вольтовыми аккумуляторами это будет как аналог 8 ампер скажем так вот это 2 пилограмм смотрим сюда это если смотреть по аналогу 18 вольт то это 9 ампер он весит намного больше непосредственно аппарата аппарата вот он devolt кладем это килограмм давайте поровнее поставлю килограмм 613 граммов и makita makita буквально на несколько граммов будет потяжелее тело 636 но мы должны учесть еще то что devolt по идее должен тяжелее быть потому что довольте с ударом это шуруповерт без удара ли нет режима удара с режимом удара будет редуктор побольше ну смотрим вес ручек ручки кстати говоря они не такие уж и легкие сейчас положим 370 граммов ручка makita и 300 граммов ручка 1 вольт кстати давай скажем что есть нюанс devolt эту ручку можно устанавливать по кругу как угодно в любое положение вы можете крутануть вот так транспортная назовем его так положение чтобы полностью не снимать у makita и же всего лишь два положения то есть либо так ну либо не будучи затягивать либо наоборот под правшую и подлившую так сказать сейчас мы соберем в полный сбор со штатными аккумуляторами и посмотрим сколько все это весит в сборе так взвешиваем devolt аппарат сборе весит 3 килограмма 385 граммов makita makita чуть полегче 3 килограмма 23 грамма по характеристикам что у нас у меня есть на режиме сверления две скорости 0 650 оборотов и 0 2600 оборотов плюс еще я заметил на режиме закручивания смотря какой режим установить скорость тоже меняется вот если например на первом режиме маленькая поставить максимальный например 41 скорость становится быстрее также тот же самое происходит и на втором режиме на втором режиме у нас уже не 41 режим от 21 и и также скорость вот большая если уменьшить скорость тоже уменьшается ну и плюс триггерный выключатель мы можем плавность регулировать смотрите по характеристикам devolt тут получается какая ситуация во первых отличие какое двое он трехскоростной то есть нижняя скорость идет 450 оборотов потом идет 2 1300 и верхняя скорость 3 2000 оборотов makita это по моему 680 и 2600 оборотов по поводу изменения моментов тут не электронное изменение а стандартная как мы привыкли муфта перещелкивается механически но сама сама муфта она электронная то есть храповика тут не стоит мы крутим сюда ставим единичку и в принципе мы удерживаем руками патрон выкрутим максимально и конечно же мы этого не можем делать это бегло по характеристикам сейчас мы попробуем эти два аппарата в деле с разной оснасткой вот оснастка что смогли самое распространенное найти то мы применим здесь еще кстати вот на коробке указано есть режим афт то есть если у тебя заклинит бур тебя на нем не навернет он отключится автоматически но тут makita побеждает потому что надо вольте такой фишки нет зато у девольта есть мощный фонарик демонстрирует три режима работы то есть когда нажимаем кнопочку небольшой режим работы чуть поярче и режим фонарика то есть включаешь и он в течение 20 минут вообще не выключаются светит небольшая подмога если вы вдруг задержались на рабочем месте или где-то в ниша работает у makita же двойной светодиод он не работает как фонарь это просто подсветка плюс если вот сработал этот режим и ft защита он будет мигать то есть индикатор показывать будет что сработала защита ну в принципе все давайте тогда перейдем к сверлению и сравним этих два монстра сейчас мы будем пробовать на разные оснастки наши шуруповерты вот здесь сейчас трехлопастное сверло на диаметр 22 пробуем сначала оснастку на 999 шуруповерте потом переставляем сверлим оснасткой на 001 на makita и вот таким образом на одном и том же мы проверяем кто лучше кто не лучше может какие-то появятся недостатки может наоборот выяснится какие-то преимущества в общем сами сейчас все это увидите начнем третья скорость на сверление погнали а самый подряд так 1 2 3 Так, ну начнем. Сверлим. Погнали. Погнали. Так, теперь тестируем на перьевом сверле на 40 миллиметров. Неудачно, сучок, попали на сучок. Так, ну начнем. Так, теперь Makita, опять-таки 40 миллиметров. Сейчас мы опробуем наш шуруповерт. Вот наши шуруповерты под серьезной нагрузкой. Это сверло Форстнера диаметр 68 с удлинителем. Посмотрим, какое время они нам покажут. Мы видим, что у Девольта на третьей скорости не хватает момента, чтобы зайти. Ставим вторую. Опять-таки нет. Ставим первую. Опять-таки нет. Побуксовал. Ну, вот я думаю, видно, что по самые патроны зашел. Так. Мне кажется, его насквозь надо до конца досверливать, он там будет. Давай попробуем. Вот, плачатай. 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 Да. Мы слишком торопились, и поэтому так получилось. Ну, просто чистить надо быть. Если нормально сверлить. Ну да, если не кипишевать. Всё вышло. Такое. Теперь у нас Макита сверла Форстнера номер 68. Пробуем на второй. Видим, что вторая верхняя скорость тоже не тянет. Ставим первую. Погнали. Видимо, срабатывает какая-то защита. Ну, мы всё же прошли. Причём не застряли при выходе. Как с Девольтом. Как её доставать, да. Основной момент, как её достать. Наверное, мы сейчас снимем. Погнали. По первую. Погнали. 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 Сейчас мы попробуем, как два вот этих мощных аппарата справятся со сверлением металла. Тут у нас есть кусочек старой рессоры, это такая мощная, я думаю, что миллиметров около шести она. Вот, у нас есть сверла разнокалиберные, одно сверло, вот оно, 6,5 миллиметров, это бошевское. Вот это сверло 10,5, это мелуоки. И вот это вот 20 сверло, самое большое, Ирвин, по-моему, производство. Вот это новое, вот эти два уже чуть-чуть юзаны, но достаточно острые. Сейчас будем пробовать. Маленьким сверлом мы попробуем на максимальной скорости, в принципе, на таком диаметре это допустимо. Попробуем. Есть, красота. Давайте еще одну для контрольного. Есть. Пропробуем, как справится Д-Вольт. Может кажется, может чуть-чуть помедленнее. И оборотов у него тоже поменьше на максимальной скорости. Пропробуем. Пропробуем. так сейчас мы будем пробовать что-то побольше и вот наверное уже вот этом диаметре вот этом диаметре мы будем сверлить на первую на первой скорости почему 2 вольт можно попробовать конечно и на второй но поскольку у макиты идет 2 2600 на верхней скорости удовольта 2000 и приблизительно это сравнимо а третья скорость а получается промежуточной скорости макита нет будем сравнивать на первых будем сравнивать на первых она первая скорость сверления а 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 Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Это в пределах нормы, но уже близко к тому, чтобы перегреть сверло. Смазки, конечно, вообще так не надо делать. Сейчас мы посмотрим, что нам покажет Макита. По второй скорости мы пробовать не будем, потому что уже на 1300 идет дымок, то есть сверло начинает греться. Так же смазали. Погнали. Вторую попытку. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Погнали. Смотрите продолжение в следующей части. 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 В следующей части. Смотрите продолжение 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 в следующей части. В следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. В следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. 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 У нас ушло.